Приветствую вас. Я думаю, что в целом ваш вопрос задан неверно, потому что важно не понять, почему мужчина стал вести себя именно так. А важно понять, вследствие чего у вас появилась ревность, ибо она не появляется просто так, на пустом, на ровном месте. Если имеет место быть ревность, значит вы себя в чем-то чувствуете неудовлетворёнными. Вы говорите, что вам хочется встреч побольше. Вы говорите, что вы хотите, ну, хотите встречаться почаще с ним. Для чего? Тем более, если человек сам этого не хочет. Или хочет, но не может. Или не хочет. Для чего? Для чего вы, в таком случае, хотите с ним встретиться. То есть здесь имеет место быть ваше желание, с которым, на мой взгляд, нужно разобраться. Вот. Ну, именно, именно вот в первую очередь нужно разобраться с вашим желанием. Потому что, на мой взгляд, оно вас сбивает с пути, оно сбивает вас с толку, оно помещает вам ваше желание, оно удаляет вас от мужчины. Для начала надо определить, в чем конкретно является ваша проблема, в чем конкретно заключается ваша проблема. То есть, допустим, может быть, проблема заключается в том, что вы, допустим, боитесь одиночества. Или проблема может быть заключается в чем-то еще. Ну, в чем-то другом. На мой взгляд, на мой взгляд, это нужно исследовать. На мой взгляд, нужно понять, что вызывает у вас ревность и на каком основании. Дальше. Так. Значит. Вы пишите, мой мужчина редко занимается сексом со мной. Тут такое впечатление, что вы не уверены в себе. Ну, так кажется, по крайней мере, что вы в себе не уверены. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела на самом деле. Но вот видится так, что вы в себе не уверены. То есть, вы говорите, мой мужчина редко занимается со мной сексом, подразумевая то, что вы ставите себя, например, ниже его, ставите себя в более уязвимую позицию. То есть, если не занимается, то, что он, значит, не хочет. Это его выбор, это его право. Как конкретно к вам это относится? Не должен ли любимый-любимый человек, если он на самом деле любимый, делать то, что он делает по желанию? Не простому, не по простому желанию, а по собственному желанию? Вопрос, который мне кажется очень важно прояснить вам. Дальше идем. А просто встречи тоже редко. Ну, здесь, возможно, было бы уместно поднять вопрос о мотивации. То есть, какая у человека мотивация с вами встречаться, что он получает от вас в отношениях. И, собственно, получает он что-то вообще от вас в отношениях. Если у него нет мотивации, то это первый момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Что у человека нет мотивации, чтобы он со мной встречаться. Значит, либо я ему стал неинтересным, тут надо смотреть на свое поведение, изменилось ли оно, если изменилось, то насколько и как. Либо человек, возможно, увидел, ну, увидел, к примеру, какие-то другие для себя ценности, какие-то другие для себя интересы человек нашел. Это неприятно, конечно, но это реально. И игнорировать, на мой взгляд, подобный аспект, ну, мягко говоря, неосмотрительно. Вот, крайне-крайне, неосмотрительно, игнорировать данный аспект. Если действительно речь идет о том, что вот, ну, что человек может, там, ну, быть в разных настроениях, да, у него может быть разная позиция, разная точка зрения на ситуацию. Вот. И так далее. То есть это вот очень важная история. История, которую вам необходимо просмотреть для себя. Далее. Часто ссылается на работу, дела, он меня любит, заботлив, чем проявляется его любовь. А как вы проявляете ему любовь, если она у вас есть? В лучшем случае, злите два раза в месяц, то и раз в пару месяцев. Но это означает, что человек, скорее всего, боится близости. Вероятно, вероятно, вероятнее всего. Человек боится близости. То есть либо он боится близости, например, то есть боится, ну, сближаться с вами. Он боится. Вот. А либо вы ему просто не стали неинтересны, то с него появились другие дела, другие заботы, другие интересы, что, в общем, еще раз повторяю нормально. Вот. Либо в вашем поведении что-то изменилось, что-то такое, что его начало отталкивать, что, как бы, тоже нормально. Хотя и, безусловно, это неприятно, да, но это жизнь, тут, как бы, никуда от этого не дед, в этом смысле. Что-то, если ситуация, ну, произошла, если ситуация, вот, так выглядит, что-то, если человек от вас отдалился, отстранился, то только, как бы, мало чего, возможно, сделал, если вы ничего не делали, а ему просто, просто стало с вами неинтересно. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Так. Раньше, когда он был загрузен, хоть полчаса я хотел на встречу. А, значит, получается, что, что-то изменилось. Получается. Ну, вот, судя по тому, что вы пишете, да, получается, что что-то поменялось. Получается. Так, давайте мы, может быть, подумаем с вами, что изменилось. Давайте, может быть, мы с вами поисследуем, что могло произойти с такого. Вот. То есть, ну, если он раньше, как вы говорите, находил время, а теперь, соответственно, он перестал это делать. Вот. В общем, у нас тут, наверное, есть какие-то для этого предпосылки. Я так полагаю. Дальше. Так, э-э-э, я ему сказал об этом, об этом пару раз в тридцать, а лечать по-другому я редко. Я стал себя накручивать по поводу других женщин. Скажите, на чем основан ваш страх, что вы боитесь с его потерять? То есть, положим, у него есть другая женщина. Но это действительно может быть так, потому что нам никаких обещаний не дана, увы. Ну, вы тоже, я так понимаю, ничего ему не обещали. Вот. Ну, и другая женщина появилась. Значит, это неприятно, это, безусловно, не повод для радости. Но почему вы считаете, что этого быть не должно? Почему вы считаете, что это неверная позиция? Почему вы считаете, что так, как сейчас происходит, это что-то неправильно? Почему вы считаете, что у мужчины не должно быть другой женщиной? Не может быть другой женщиной. Всё. И самое главное, что это значит для нас? Если у него другая женщина все-таки появилась, что это значит для нас? Вот что важно. Вот этот момент является ключевым. Что это значит для меня, если у мужчины появилась другая женщина? Ведь это означает, что, ну, скорее всего, это означает, что, если она появилась, значит, человек, другой женщина или счастлив, например, ну, если другая женщина все-таки появилась, а вы, получается, в своём восприятии этого не хотите, чтобы ваш, ну, ваш мужчина был счастливым, получается. Такая история. Такая история. Такая история. Как бы это вот очень важная, очень важная, очень важный момент, который, на мой взгляд, нужно исследовать вам. еще раз повторю, на мой взгляд, понимаете, на мой взгляд, вот так. конец крупоидатурный то есть, да, у него, действительно, могут, могут быть, другие, может быть, другая женщина, да. Это правда. Но важно понять, что это значит для нас, не для него. Дальше. Я стал, так, накручивать, так, и не могу обвинять его в том, что он не видел лично. Он очень обижается, когда его немного ревнули. Это интересный момент, на мой взгляд, который надо бы рассмотреть. В частности, вот момент, связанный с тем, почему человек обижается, когда вы ревнуете. То есть, это уже то, что его как-то задевают, как-то задевают, чтобы ревнули его. Вот. На мой взгляд, как бы ревность, она может быть и в такой здоровой форме проявляться, вот. И в этом смысле для меня не совсем понятна причина обиды мужчины на это. То есть, если ревна здоровая, то она даже приятная. А вас, мужчины обижают на то, что вы ревнуете. Ну, на мой взгляд, тоже не все, видимо, гладко, да. Потому что тоже, видимо, есть какие-то моменты, видимо, о которых вы, возможно, не говорите нам. Вот. Хотя, это, я так подозреваю, достаточно важная история. Ну, вот, с этим нужно так же разобраться. Потому что, ну, еще раз повторяю, да, обида, наверное, на ровном месте возникалась как бы не может. Вот, если она возникла обида, значит, у этого есть какие-то основания. Вот. И мне кажется, что, ну, что причину подобных оснований нужно исследовать. Вот. А иначе получается так, что вы своего мужчину попросту, ну, попросту говоря, вы его не знаете. Вы его просто не знаете, вы не в курсе того, чем, допустим, ну, чем, к примеру, человек живет, да. Вот. Я вас, опять же, не обвиняю, да, я не хочу вас обвинять в чем-то. Не подумайте, не подумайте о чем плохого. Вот. Просто хочу сказать, что вот это вот очень такая важная достаточно история, это очень важный такой достаточно момент. Вот. И на него вам нужно обратить свое внимание. Почему мужчина обижается, когда вы его ревнуетесь? То есть идея, это, ну, говорит о какой-то нездоровой крайне истории для него. Что это для него, ну, и вот именно, именно для него это что-то, что-то нездоровое. Вот. Ну, это значит весь смертный. Дальше. Так. Он обижается. Слышите вы. Хорошо. Он обижается. Какое-то обижение имеет отношение к вам. Если вы ревнуете, вы можете высказать свою свою ревну. То есть другой вопрос. Насколько она обусловлена, да? Насколько она, ну, имеет под собой причины. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, вам нужно выражать свои чувства. Вне зависимости от того, обижается человек на это или нет. Если вы выражаете свои чувства, вот именно свои, непосредственно свои чувства выражаете. Человек обижается. Это его проблема. А тот, скорее, уже говорит о его потребности манипулировать вами. Ну, такой. Ну, а все незазнаваемо. Вероят. Если же речь идет о том, что вы боитесь его обидеть по той или иной причине, то это уже серьезно. И с этим нужно разбираться. Почему вы боитесь человека обидеть, к примеру. Очень важно, чтобы вы действовали именно, вот, ну, в своих интересах. Вот. Понимаете? Какая штука? Вот. Так что, на этот вопрос. Так что, я надеюсь, вы поищите ответ, в том числе, может быть, и с психологом. Вот. Что было бы идеально для вас. Дальше. Мне хочется больше зрителей, чем хочу написания по телефону. Для чего? Что конкретно вы хотите? Что вы хотите сделать, человек, с ним это одно. Это зрители нужны для вам. Для чего-то. Это немножко другая, сравнивая. Вот. Ну, давайте. 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 Как-то вот определим. Давайте определим. Как-то вот. Что. Что конкретно вы хотите. Как-бы. Что конкретно вам нужно. вот, понимаете, так что, так что, вот такой момент, подскажите, в чем может быть причиной такого поведения, я начинаю декоративного? Ну, опять, я надеюсь, что, может, надеюсь, вы поняли из моего ответа, что смотреть вам нужно в сторону и в сторону именно, вот, определение своих собственных переживаний, а не поиска причин его поведения, что является, как бы, заведомо-заведомо очень негативным проявлением. Вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok